Здравствуйте, уважаемые зрители и уважаемые подписчики моего канала. С вами Клима Вячеслав, город Киев, Украина. Я рад вас снова видеть у меня в гостях. И сегодня речь пойдет, как вы уже поняли, о том, что у меня находится на столе. Это коптерно-полетная тема, а точнее тема спасения летательных аппаратов при возможных потерях. Ну, падает все. Боинги и то падают. Что же говорить о модельных летательных аппаратах, которые, в общем-то, на 99% комплектуются китайскими комплектующими. Но это не значит, что моделист или пилот радиоуправляемой модели должен с этим смириться. Моделисты всегда искали и будут искать способы как-то сохранить упавшую модель, либо найти ее. И сейчас я хочу с вами поговорить об одном из способов. Он среди моделистов известен, но я хочу рассказать о своем. Это трекер. В данном случае трекер ТК-102-2 версии. Этот трекер куплен мой у товарища, он не новый. И сейчас я в двух словах хочу вам рассказать о трекерах в принципе. То есть, собственно говоря, что это такое и зачем это едят. Кто не знает, кто только начинает летать. Ну и потом мы более внимательно посмотрим на именно вот этот трекер. Ну, скажем так, уважаемые зрители, вот сейчас передо мной у меня на столе лежит мой квадрокоптер-жучок, как я его называю. Средняя стоимость обычного летательного аппарата, среднего класса, со средней начинкой, это в среднем, ну, грубо говоря, полторы-две тысячи долларов. То есть, это еще без всяких наворотов. Если там какие-то навороты, то есть, мозги посерьезнее, либо там моторы дорогие, то это будет еще больше. Ну, а допустим, если это гексокоптер или октокоптер, там, ну, DJI, там, девятисотый, тысячный, либо на базе девятьсот шестьдесятого тормота, ну, меньше, допустим, система для съемки, меньше пяти тысяч в среднем долларов не получается. Ну, и когда вот это вот все счастье, видит, двух-пяти тысяч долларов, значит, бухается об землю, соответственно, ну, моделист получает что-то близкое к инфарктам, не дай бог, конечно. Ну, либо, как называют, flyaway, то есть, улетает куда-то, мозги сходят с ума, еще что-то, и коптер, как мы говорим, полетел в Китай. Хочется его найти. Правда, хочется. И в этом случае один из способов найти пропавшую модель, это GPS-трекер. То есть, грубо говоря, что это такое? Это маленькая коробочка, которая принимает сигнал со спутников, в которую вставлена сим-карта, и вы звоните на этот номер, который, на сим-карту, которая вставлена в GPS-трекер, и алгоритм мозгов вот этого GPS-трекера вам обратно смс-сообщением сбрасывает текущие координаты вашего летательного аппарата. То есть, упростим задачу. Если с летательным аппаратом что-то случилось, он упал, либо он улетел, ну, рано или поздно он где-то приземлится, да, по логике вещей там. Это понятно, батарейки кончатся. Значит, моделист делает звонок на трекер, трекер в ответ присылает ему сообщение с географическими координатами пропавшей модели. И моделист вбивает их в любое устройство, там, в планшет, в GPS-модуль туристический, и идет по GPS-модулю по координатам там, где лежит модель. То есть, если как бы коротко, система выглядит следующим образом. Тут есть тоже определенные нюансы о этих GPS-трекерах. Ну, так, в процессе я коротко о них расскажу, потому что в любом случае выбор GPS-трекера будет за вами. Ну, а теперь, уважаемые зрители, давайте мы более внимательно и подробно рассмотрим конкретно вот эту модель. GPS-трекер TK-102-2 версии. Итак, уважаемые зрители, представляю вам трекер TK-102-2 версии. Этот трекер не совсем свежий, ему уже год или больше выпуска, но им активно пользуются, и поэтому я хочу рассказать о нем чуть подробнее. Коробка выглядит очень, ну, скажем так, солидно. То есть, так, не дешево, нормально. Она такая аккуратненькая коробочка. Значит, вот сам трекер. Я, конечно, уже раскрывал ее, эту коробку. Ну, чтобы вы имели представление, вот, допустим, как именно этот экземпляр выглядит. Вот так выглядит этот трекер. Сейчас мы посмотрим, что в коробке, а потом более подробно, крупным планом рассмотрим. Значит, в комплекте идет запасная крышечка с магнитиками. То есть, этот трекер не является чисто самолетным. Он, скорее, такой универсальный, но его моделисты активно используют для полетов. Значит, крышечка эта тяжелая, потому что из-за магнитов. Магниты, кстати, я пробовал очень крепкие. К металлу, к машине цепляются на ура. Значит, дальше в комплекте идет вот такое зарядное устройство с кабелем. Сразу хочу сказать, что вот эта сторона, которая втыкается в трекер, она такая хитрая, не мини-USB, не микро-USB, поэтому вот этот кабель желательно не терять. Зарядное устройство. Дальше идет такой водонепроницаемый чехол с залипкой специальной, такой она ездит, и с такой ручкой для переноски, что ли. Тоже, в общем-то, полезная вещь. Значит, дальше идет ПО, диск с ПО, и дальше идет, как бы, инструкция. В сети есть очень много инструкций на русском языке. Это сейчас не проблема, поэтому вы можете скачать. Инструкции понятные, интуитивно и простые. Ну вот, уважаемые зрители, вот такой состав этого трекера. Значит, теперь давайте расскажу о нем чуть подробнее, про этот трекер. Вес его 62 грамма, то есть трекер не легкий, но, тем не менее, на коптер он становится. Кстати, давайте сейчас я покажу, как именно он становится на коптер, на мой. Сейчас мы уберем. И давайте возьмем коптер. Вот батарея. И трекер я обычно, когда летаю на коптере, я просто кладу под двойные застежки и, соответственно, затягиваю липучки. Сверху батарейки. Вот так трекер, как бы, лежит. И, ну, скажем так, я не ощутил, что как-то эти 62 грамма повлияли на полетное время моего коптера. То есть, меньше, явно меньше не стало. Теперь давайте посмотрим, что внутри. Трекер открывается вот так. Есть такая защёлка здесь. Снимается крышечка. И внутри вы видите сейчас два слота. Первый слот под карту памяти. У меня в данном случае стоит UMC, потому что у меня основной телефон UMC. Вот. И тариф просто супер. По тарифу. Значит, если вы будете выбирать тариф, выбирайте тариф с максимальным количеством SMS. Потому что трекеры очень активно используют SMS. В моем случае МТС. Это просто супер один для Киева. Идёт 100 SMS бесплатных в день. Ну, и потом по 75 копеек каждая. Активация 1 гривна. То есть, грубо говоря, за гривну в день я получаю 100 бесплатных SMS. Это более чем достаточно. И идёт слот для карты памяти. Карта памяти сюда идёт microSD до 2 гигабайт. У меня стоит 1 гигабайт. И я считаю, что этого более чем достаточно. Значит, батарейка идёт сюда обычная от мобильного телефона. Ну, о ней нечего рассказывать. Батарейка как батарейка. Хватает в непрерывном работе до полутора дней. Вот. Но опять же, тут тоже есть нюансы, смотря с чем сравнивать. Для полётов на самолёте я сделал вот такое колхозное приспособление с мягкой ткани. Трекер вот сюда вот так кладётся. И сверху обвязывается поперёк и вдоль обычными денежными резинками. Для чего? Дело в том, что при ударе, как правило, крышечка, несмотря на вот эту защёлку, она отлетает. Отлетает крышка, соответственно, вылетает батарея. Ну и, соответственно, вы не можете дозвониться. То есть, вся функциональность трекера пропала. Поэтому, если вы трекер ТК-102-2 версии, используете просто вот так в голом варианте, то обязательно нужно либо обкладывать скотчем вокруг, либо каким-то другим способом фиксировать вот эту крышку. Иначе при ударе крышка отлетает. А удар и падение, в принципе, идут в 90% случаев. Собственно говоря, для этих вещей этот трекер и нужен. Поэтому надо стараться беречь его от ударов. Прежде чем купить этот трекер, я достаточно много почитал. Ну, в частности, на российском форуме RC Design. Там много информации про этот трекер. Люди, кто понимают, в радиоделе, ну, скажем так, убирают вот этот корпус, потому что он весит достаточно много. Делают из этого трекера просто плату. Ну, я в этом деле не понимаю. И, честно говоря, для моего Sky этот вес, собственно говоря, вообще не заметен. Что он есть, что его нет. Поэтому я ничего не стал трогать. Теперь давайте пройдемся кратенько по особенностям этого трекера. Значит, вот с этой стороны есть две кнопки. Первая кнопка включена-выключена. И вторая кнопка, это кнопка SOS. При активации этой кнопки в программе по инструкции, если эту кнопку случайно нажать, то трекер отправляет сообщение со своими координатами на один из авторизованных номеров. по программному обеспечению, по настройке трекера. Значит, я убрал все функции, кроме двух. Первая функция, которая у меня включена, это функция просто ответа на звонок. То есть, собственно говоря, это то, что нужно. Вы звоните на трекер, и трекер сбрасывает звонок, и в ответ вам высылает свои координаты и еще несколько видов информации. Информацию о высоте, информацию о степени разряда телефона и EMAI. Из этого всего можно смело ни на что не обращать внимания, кроме географических координат. И вторую функцию, которую я активировал по инструкции, это 30-секундная запись на карту памяти своего положения. То есть, это не требует SMS, то есть, трекер это делает фактически бесплатно. Но фишка в чем, что вот сейчас на экране появится образец, можно потом прийти и с помощью программы GPS Visualizer сделать, например, вот такой трек, где вы находились, и там, где летал летательный аппарат, либо где вы ехали. Я поставил запись на карту памяти каждые 30 секунд. Это вполне достаточно, чтобы коптер, чтобы, извините, еще раз, трекер записал весь ваш путь. То есть, вот эти две функции, которые я активировал. И еще я не активировал свой номер, там можно инициализировать номер. Почему? Потому что в этом случае, ну, если номер инициализируется, или несколько номеров, то трекер не будет отвечать на звонки из другого номера. А мало ли что может быть. Телефон может потеряться, еще что-то. Там сесть внезапно. А вы звоните с телефона товарища на трекер, чтобы найти модель. И сделать этого не можете, потому что трекер отвечает только на ваш номер телефона. То есть, мой трекер отвечает, в принципе, на все номера, которые позвонят на тот номер, который есть на сим-карте. Ну, я считаю это нормально, потому что, я так думаю, что вы не будете давать свой номер сим-карте как бы всем окружающим. Поэтому смело можно оставаться. Вот, уважаемые зрители, если коротко про этот трекер ТК-102. Ну, теперь, если вы выбираете себе трекер для полетов, в двух словах по поводу выбора. Сейчас есть уже модель ТК-103. Есть более легкие модели, более маленькие модели, более дешевые модели. Я хочу вас просто предупредить, чтобы вы были аккуратны. Дело в том, что много подделок. То есть, вместо GPS-трекера продают трекеры без GPS-модуля, которые ловят сигнал только от вышек. Это никуда не годится, потому что модель может упасть в зоне, где вышки нет. И в итоге, ну, собственно говоря, вы просто ее не найдете. Какую модель сейчас выбрать на 2015 год? Ну, выбирайте сами. Только смотрите, что там был обязательно GPS-модуль. Клоны вот этой достаточно популярного трекера достаточно много. Клоны работают. Ну, насколько я понял, это как повезет. То есть, вы можете купить, этот клон будет работать, может и не будет работать. Надо будет подпаивать, перепаивать и так далее. Этот трекер, насколько мне сказал мой товарищ, ну и мне кажется, что это оригинальный трекер, потому что он стоил тогда в районе 100 долларов. Ну и в принципе, тоже стоит точно так же сегодня. Ну что ж, уважаемые зрители, на этом я с вами прощаюсь. Желаю вам, чтобы количество ваших взлетов было равно количеству благополучных посадок. Мирного недоба над головой. Не забудьте подписаться на мой канал. А сейчас с вами был Клима Вячеслав. До свидания.